МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадио компании Гомель у студии Натальи Гнаценко. Глядите у гэтым выпуском. Заслуженные узнагороды. Сегодня у Гомеля уручили посвященние лауреата у премии и стипенды и облывы канкама за высокие спортивные досягнения. Клопот про безопасность. У Полесским радиоцинно-экологичным заповеднику установят вышку с необходимым для раннего выявления пожаров обсталяванием. Размова про самое головное. На передней Международного жанучного дня наши корреспонденты наведали областный роддом. А зараз об гэтым иншим больше подробязно. В союзное будовництво проблемы у ЕАЭ с Гандальск-краинами СНД относны с Евросоюзами перспективы у выходжения в сусветную гандлевую организацию. Пытания в делу Беларуси у интеграционных структурах и супрацовництва с европейскими организациями обмерковывали сегодня на нараде у керовника державы. Самое широкое поле взаимодействия исторично склалось с Россией. И Минск, заховывая прихильность идеи союзного будовництва. На высшем узровне приняты основные на керунке развития союзной державы до 2022 года. Идея работа и по выращении проблемных пытанев. Сирот их, податковый маневр у нафтовой галине и формирование цен на газ. Александр Лукашенко отзначил основный принцип руху интеграции наперед. Гэта ровные умовы и для грамадян, и для субъекта у господарания обедзвух краин. Дарэч, многие экономичные пытанни союзного аппаратку дня перенесены на пляцовку ЕАЭС, якая так само зараз не вызначается высокой эффективностью. Супрационистство не без проблем, а ли постоянно удосконаливается и в формате интеграционных объединений, и по линии Минска-Москва. Российское руководство выступило с инициативой пересмотра подходов к интеграции. Мы к этому готовы. На уровне правительства созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках «двойки». Надо еще раз посмотреть сегодня, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще. Нам нужно еще раз проанализировать, где есть неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать. Еще раз хочу подчеркнуть, что Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Я хочу, чтобы это, прежде всего, услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации. При этом основной принцип данного проекта – равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных других принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблем. И самое главное – это видно особенно после этого большого разговора – фейковые новости, тенденциозное изложение, попытка вырвать из контекста высказываний, прежде всего, моих, отдельные фразы и интерпретировать так, как кому-то это хочется в Российской Федерации. К примеру, Лукашенко согласился на введение единого рубля Беларуси и России. Слушайте, чтобы соглашаться на что-то, надо, чтобы тебе что-то предложили. Если тебе предложили единый рубль, ну тогда ты можешь или соглашаться, или отвергать это. Ни мне, ни Беларуси это никто не предлагал. Я просто отвечая на вопросы журналистов, размышлял. И отвечал им, что если такой вопрос станет, беларусы абсолютно не против единого рубля. На нараде обмерковали и перспективы экономичного развития платформы СНД, а так само относены с другим, найбуйнейшим партнером Минска – Евросоюзом. Уникальное становище Беларуси на стыку ЕС и ЕС повинно приносить корысть. А заходний и исходний вектор из внешней политики – уравноважить один-одного. Инструментами работы тут могут стать активное просовывание идеи, интеграции и мальчимостью выходжения в Сусветную Хандлевую Организацию. Сегодня у Гомеля уручили посвященни лауреата у премии и стыпенды Абловы Конкама за высокие спортивные досягнения. У Громадско-культурный центр запросили переможцев и призеров международных споборництвов, а так само их тренеров. С отделниками мероприемства с устрелся Олег Синцерову. Собрать разом усих лепших спортсменов в Гомельской области наподобно немогчимо. Кля 40-х, например, все неактивно рихтуются до отделов у других европейских гульнях. Регион в Голле может гонориться своими спортивными досягнениями на международных плясовках. По выниках выступлений только в минулом году 131 медаль, за яких 34 – золотые. Оценка нам уже дана сама по себе. Область всегда в лидирующих позициях занимается. Большое количество спортсменов, именитых, отсюда вышли. И в том числе не исключением стали и прошедшие Олимпийские игры летние. Сгодно с решением Абру-Канкама в этом году стипенды отремали 115 спортсменов. И еще 48 премий размерковали помеж спортсменами и тренерами. После завершения церемонии их выхованцы признаются. За такое высокое признание заслуг тренеров радовались я навод больше, чем за свои поспехи. С тренерами больше времени проводим, чем с родителями. Так что у нас хорошее понимание, отношения. Конечно, бывает иногда. Ссоримся. Спортивная акробатка, веславание на байдарках и каноя, легкая атлетика, джаночий бокс, плавание, сучастная пятиборья. Сегодня спортсмены Коминской области поспехово выступают в шматриких видах спорта, в темнику на международных аренах. По сути, присудженные им премии и стипендии – это инвестиции в спорт. Молодые, амбициозные, сегодняшние лауреаты рактуются до черговых керамок. У нас уже начался сезон, прошел первый этап Кубка мира, я вот только приехала с него. Сложился для первого старта очень даже хорошо, 11 место – это для старта сезона очень даже неплохо. Мы готовимся ко второму этапу Кубка мира, он будет в начале апреля, и, надеюсь, там уже показать более высокий результат и бороться за топ-6. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадо-компания «Гомель». Подчас выниковой коллегии Управление спорту и туризму Гомельского облавы Канкама сегодня так само отзначали лепших. Узнагороды отримали работники и установы этой галины, які допомогли в досягнении высоких показчиков по выниках 2018 года. А тут Гомельская в области есть чем гонориться. Показчик экспорту туристичных послуг перевыконаны больше чем на 2 миллионы долларов. По выниках минулого года лечба наблизилась до 17 миллионов. Основу экспорту складают послуги санаторно-курортных установ, а так само спортивный туризм. Это проведение сборов и спортивных споборностей на аренах региона. За межных туристов привабливает и сельский туризм. Доля агросядив в экспорте стабильно растет. В спорте наша в области несколько лет запроса состоится в леку лидеров, соступающей только городу Минску. Тычется это как подрыхтовки резерву, так и выступления дорослых спортсменов на внутренних и международных споборництвах. У Гомельской в области амаль 30% насельництва на постоянной основе займается физичной культурой и спортом. И это так само добрый показчик. Спортивные установы загружены амаль на 100%. Сохранили тенденцию наполняемости объектов, причем различными механизмами. Но самое основное, на что мы делаем упор, это на укрепление материально-технической базы. Практика показала правильность выборного курса, которым сегодня, скажем так, мы занимаемся. И в рамках тех поручений, которые исходят от губернатора Гомельской области, мы в прошлом году укрепили материальную техническую базу Ветковского и Брагинского района. И уже видим значительный прирост занимающихся жителей, приезжих граждан именно на спортивных объектах. Спортивные объекты совсем по-другому принимаются. Людям интересно туда ходить. 2019 год отказный. Беларусь будет принимать другие европейские гульни. Основные намагания будут накированы на якостную подрыхтовку и удалые выступления наших спортсменов на этих споборництвах. Протягиваем выпуск. У Полевским радиоцино-экологическим заповеднику установят вышку с необходимым для раннего выявления у сгорания обстреливаниям. Это один из вынеков проекта – мониторинг, прогнозование и тушение пожаров у природных экосистемах на приграничных территориях. Тему супрационерства Украины и Беларуси по этим пытаниям обмерковали на семинары в Гомеле. На территории Полевска радиоцино-экологического заповедника 3-4 года тому прошли пожары. За несприяльного радиоцино-фону они вельми небеспечные. Мало того, доведаться об тем, что начался пожар, усыслые термины не отремливались. Зараз проблему начнут выражать. Это станет мягким, благодаря делу Гомельской области в проекте по программе территориального супрационерства «Краин-Усходного партнерства Беларусь-Украина». Он излучил три организации, связанные одним приоритетным накерунком деятельности – Организации обеспеки в сфере обороны насильства от надзвычайных ситуаций на приграничных территориях. Разом зараз працуют Гомельское областное управление МНС, Головное управление Державной службы Украины по надзвычайных ситуациях у Киевской области и по леске Державный радиоцино-экологичный заповедник. С реализации этого проекта мы, во-первых, получаем то, что мы можем определить быстрее, где место возгорания происходит, как на нашей территории, так и на территории Беларусской республики. Мы получаем в некоторых ситуациях новую технику, которая может добраться к местам загорания быстрее. Решаются вопросы о пересечении границы на территории зоны отчуждения и территории Республики Беларусь, потому что до этого момента этот вопрос не решался. У нас территория пересечения границ была находилась или в Черниговской области, или в Зитомирской области. Украсовику снова же в межах проекта на территории заповедника пройдут суместные вучения. Украинские и беларусские выротовальники, усяго свыше 80 человек, отпрацуют системы выявления и тушения пожаров у природных экосистемах. Эти территории не заселены, они находятся в зоне отселения, и, соответственно, процесс обнаружения занимает большое количество времени. Данная же система предусматривает автоматическое обнаружение этого пожара и передачу информации непосредственно на пункты управления. На реализацию проекта тром названным структурам Евросоюз выделил 275 тысяч евро. 70 тысяч потратить на вышку и ее осношение. Она будет стоять в заповеднике и в автоматическом режиме контролировать территорию в радиусе 15 километров. При изъявлении дыма информация сразу поступит и до выротовальников. Еще частку сроков накируется на закупку модулей для полевого лагера выротовальников. Столько же закупят и украинцы. Кожный из них будет различен на 20-30 человек. Не выключено, что по выниках реализации проекта Евросоюз примирает шею образ процессовцы новых программ, как протягнуть оснащение трансграничных территорий, необходимым для выявления пожаров обсталеванием. Марина Джала, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». В минулом году в Гомеле народилось больше, чем 14,5 тысяч детей. 2000 из них заявились на свет в областном клиническом родильном доме. Все лета эта установа святкует свое 75-е годы. В каких условиях сегодня жихарки региона становятся мамами, доведалась Ганна Корольчук. История акушерской гинекологичной службы Гомельской областной клинической больницы началась в 1944 году с 20 коек. Урачи работали в складанных умовах военного часа. Не хватало медикаментов, а так само квалификованных медицинских кадров. В этой будинок родильное отделение переехало в 1981 году. Тут у першиню в области провели плановое кесаро-сеченье, укранили акушерскую практику ультрагуковое доследование, организовали областный эндоскопичный центр, а так само отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии родильного дома. Миновитый ЯНО стала платформой для организации онкогинекологичной допомоги у регионе. В 1995 году родильный дом отримал статус перинатального центра третьего узровня. Это значит, что у им допомагают женщинам в наибольшь складанных выпадках, в позднем репродуктивном узросте и с патологиями. Практично каждое десятое дитя, якое заявилося тут на свет, недоношенное. За год про заделение интенсивной терапии проходит каля 300 малых, не которые важат меньше за килограмм. Для медиков вырос, на родился у Кашули, это не просто приказка. Большинство детей, которые находятся на лечении в нашем отделении, это 250-240 детей. То есть практически все требуют дуэльные формы респираторной поддержки, поддержки функций сердечно-сосудистой системы и других методов интенсивной терапии. Кроме того, кроме этих девяти детских коек, на которых лечатся новорожденные дети, у нас еще есть шесть коек для женщин интенсивной терапии. Практикует тут и проведение партнерских родов. Такий вариант выбирают каля 8% пар. Психологично женщине легче переносить схватки и роды, каля побачь есть близкий человек – мужа или мать. До этого и они разом проходят подрыхтовочие курсы в перинатальном центре. Каля после родов с малым и его мамой все в парадку, то их переводят в отделение для новонародженных. Здесь наша медсестра проводит акустическую миссию, процедура, которая позволяет выявить нарушение слуха на ранних этапах. Процедура должна производиться в полной тишине и спокойствии ребенка. 26 лютого хамельчанка Юлия Городкова народила девчонку. Вагою больше за 4 килограммы и ростом 55 сантиметров. Роды прошли добро и сегодня они выписываются. Знаемство с маленькой дочкой, чакая тата и старайшая сестра, якой худка сполнится 18. Юлия роджала самостоянно, нехлезетши на узрост, и раять усим не бояться и довериться урачам. Весь персонал медицинский очень доброжелательный, очень профессиональный. В родзале нам очень помогли. И здесь в послеродовом отделении очень хорошие от нас хорошо заботятся и помогают нам во всем. Он на все вопросы отвечает, мы очень-очень довольны. И отдельное спасибо Геннадию Вячеславовичу, потому что мы долго лежали у него на сохранении, и вот такие получились большие девочки. На переддне 8-го саковика у отделения находится 110 женщин, которые рыхтуются до заявления на свет детей. Разом с именем, не мовлят, чакает и команда акушеров-гинекологов, неанатологов, реаниматологов и педиатров. Бо кожное новое жице для их – это особистая перемога и свято. То, что мотивует и приносит радость. Мы каждую пациентку рассматриваем как своего рода персону. Она индивидуальна, и ее случай тоже индивидуален. Каждая пациентка – это своего рода некий эксклюзивчик, который требует своего отдельного подхода. Хочу нашим женщинам пожелать одного. Ну, как доктор, естественно, в первую очередь это крепкого здоровья. Второе хочу пожелать, вчитывая все-таки весна, пение птиц, все расцветает. Я хочу пожелать крепкой любви. И самое главное, чтобы эта любовь была плодотворна, тогда и мы без работы не останемся. Ганна Корольчук, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». ГТА, а так само иншие новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Крутная партия контрафактного алкоголя задержана в Калинковичском районе. На перевозке спиртосодержащей продукции попался житель Речицы. Микроавтобус остановили сотрудники ГАИ в районе деревни Малая в Тюке. За рулем находился 43-летний мужчина. В багажнике обнаружили почти полторы тысячи бутылок с алкоголем. На этикетках не указывалось, что это за напиток. Акцизы тоже отсутствовали. Незаконный груз изъят. К слову, мужчина ранее не был судим, однако более 50 раз привлекался к административной ответственности, в том числе по этой же статье. Предприниматель Щечерска попался на сбытие марихуаны. Сделка проходила в Гомеле. Оперативники наркоконтроля советского РУВД города Гомеля во взаимодействии с коллегами из госавтоинспекции и бойцами ОМОНа провели успешную операцию по задержанию наркодилера. Все происходило поздно вечером возле кинотеатра «Октябрь» в областном центре. После проведения незаконной сделки бойцы ОМОНа провели молниеносную операцию по задержанию наркозбытчика. В результате было изъято порядка 50 грамм наркотического вещества. Однако самое интересное оперативников ожидало по месту жительства 31-летнего дилера. На чердаке частного дома в Чечерске они обнаружили более 4,5 килограммов растительного сырья, разложенного для сушки, которая, как показала экспертиза, является марихуанной. Осторожно, бесправники за рулем. На дорогах региона ежедневно сотрудники ГАИ ловят по 15-20 человек, не имеющих права на управление автомобилем. Сколько их еще садится за руль, неизвестно. Однако уже с начала года в Гомельской области по вине бесправников произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли, 4 травмированы. В связи с этим сегодня в регионе стартовала профилактическая акция «Бесправному не место за рулем». Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем человеком, не имеющим на то права, влечет наложение штрафа от 5 до 20 базовых. Если случай повторяется в течение года, правонарушителю грозит выплата от 20 до 50 базовых величин или административный арест. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» «Гомель» новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра стартует плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. Оба представителя нашего региона свои четвертьфинальные серии начнут на выезде. «Гомель», завершивший регулярку на пятой строке, сразится с четвертой командой чемпионата «Динамо-молодечно». Стартует серия до четырех побед двумя матчами на льду Зубров. Жлобинский «Металлорка» спорит место в полуфинале в противостоянии с «Шахтером». Столивары также начнут четвертьфинал на выезде. В других парах «Юность» сыграет с «Молодежкой», а в Гродненском дерби сойдутся «Неман» и «Лида». Первые матчи четвертьфинальных серий пройдут 6 и 7 марта. В высшей лиге хоккейного чемпионата Беларуси уже время полуфиналов. «Гомель-2» начал свою полуфинальную серию против Гродненского «Немана-2» с двух домашних поражений. В первом поединке «Рыси» уступили сопернику 2-3, на следующий день снова были биты. На этот раз со счетом 3-5. На льду Гродненской команды соперники сыграют 7 и 8 марта. Во втором полуфинале, где сошлись «Юниор» и «Молодежка» Ю-17, пока паритет 1-1. Футбольный клуб «Гомель» продолжил серию спаррингов на турецком сборе. «Зелено-белые» встречались с казахстанской командой «Кызылжар». Соперникам так и не удалось открыть счет в матче. Ближе всего к забитому голу была казахстанская дружина. Однако голкипер «Гомель» Олег Ковалев смог отбить назначенные в его ворота пенальти. Следующий соперник команды Алексея Меркулова – финский «Лахте». Матч пройдет 8 марта. Сильнейших боксеров из восьми стран соберет в «Гомеле» 23-й открытый областной турнир по боксу на призы мастера спорта международного класса Алексея Юкова. За награды будут бороться спортсмены 2001-2002 годов рождения. Турнир включен в календарь Европейской конфедерации бокса. Участие в нем примут боксеры из Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Киргизии, России, Литвы, Украины и Беларуси. Многие команды приедут в сильнейших составах. «Гомельская область» выставит отдельную дружину. Для белорусских боксеров турнир на призы Юкова – это этап отбора для участия в молодежных чемпионатах Европы и мира. Предварительные поединки начнутся завтра. Полуфиналы будут проходить 8 марта с полудня. Финальные бои стартуют 9 марта в 11.00. Место проведения – зал бокса областного центра Олимпийского резерва «Единоборст». Отметим, что победителей турнира будут награждать специальными призами, изготовленными лично Алексеем Юковым. «Гомель» принял турнир Кубок Полесья по киоку шинкан-каратэм. За звание лучшего боролись бойцы из Беларуси, России и Украины в возрасте от 8 до 45 лет. Первыми в своих возрастных и весовых категориях стали гомельчане Дарья Марковская и Екатерина Савицкая среди девушек и Артем Степаненко, Валерий Атаманчук и Денис Дедалев среди юношей. Также Эдуард Слободчик завоевал серебро в категории ветераны. Всего в копилке гомельчан 23 медали. «В целом можно характеризовать как хорошее выступление. Может быть не отличное, были провалы у нас на этом турнире. Но в целом, если победить в бальной шкале, это четверка крепкая. Будем стремиться и работать. Я думаю, что мы долго отлаживали эту систему. У нас ряд воспитанников и в прошлом году победитель первенства мира было, а в этом призеров. Поэтому будем работать и стремиться, чтобы улучшать свою базу и тренировочный процесс». Ближайший старт для наших спортсменов – это чемпионат Европы. Он пройдет в Литве уже в мае. Известно, что путевки на эти соревнования завоевали Денис Дедалев и Александр Вегера. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова